Житель 199 дома по улице Садовая Олег Сапрыкин рассказывает, теперь их двор – центр притяжения для всех подростков из окрестных домов, желающих приобщиться к спорту. К ним присоединился его восьмилетний сын Дмитрий. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» во дворе домов 199 по Садовой и 200 по Ленинской появилась новая спортивная площадка с турниками и тренажерами с безопасным резиновым покрытием, ведущая к ней асфальтированная дорожка и лавочка. Подрядчику осталось засеять новый газон по периметру травой и поставить ограждение. Сделать это должны до конца недели. Секции ходят не все, но вот когда есть площадка во дворе, это очень здорово, то что вышел, позанимался, покрутил педали, какой-то для себя сделал, ну не знаю, результат, пускай не совсем спортивный, но все равно. Здесь сейчас собирается постоянно, ну не знаю, 5-7-8 человек детей. Здесь какая-то уже образовывается спортивная группа детей, которые общаются о чем-то, что-то обсуждают. Это тоже плюс в мировой спортивной площадке. Ну и, конечно, занимается спортом. В Ленинском районе Самары в этом году отремонтируют 15 дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федеральной программы формирования комфортной городской среды. Кроме того, две территории будут приведены в порядок по губернаторскому проекту содействия. Еще четыре пространства преобразятся благодаря инициативным заявкам от жителей. Надеемся, что площадка будет востребована жителями ближайших домов. И также благодарим органы власти всех уровней, федеральные, региональные, которые также принимали участие и создавали возможность для реализации такого проекта. Комплексное благоустройство в Ленинском районе в этом году будет выполнено по девяти адресам. Там обновят тротуары и внутриквартальные проезды на средства города и района и при поддержке областных властей губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас в Самаре проходит онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. В нем участвуют 20 пространств. Чтобы отдать свой голос за любимую территорию, достаточно зайти на платформу 63.городсреда.ру и пройти авторизацию через госуслуги. От активности каждого зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в Самаре. Голосование продлится до 31 мая. Объекты территории победителей будут благоустроены в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Виктория Шарая, Николай Сидоров, События.